всем всем привет мы продолжаем играть в геншин устраивайтесь поудобнее берите всякие вкусняшки двери окна на засов чтобы никто и ничто не отвлекал вас от просмотра данного видео всем желаю приятного просмотра аппетита или спокойной ночи и не забывайте подписываться на канал рекомендовать друзьям и заходите телеграм-канал ссылочки будут в описании под видео а мы продолжаем событие лето драконы сказка очень очень прям детская на самом-то деле друзья события ну совсем 6 плюс вот на самом-то деле не очень по факту мне на не заходит совершенно просто не заходит ну ладно поглядим это у нас все еще с ней идет завершить испытание наберите 1000 очков наберите полторы тысячи очков отправлять на станцию в лесу благословений когда наступит время я станция верну рельсы моему народу идущий обратно к звездам окей где у нас находится этот автомат ну-ка пойдемте к автомату посмотрим мы с вами выполнили задание с белочкой полетягой вот я теперь хочу посмотреть могу ли чё-то где-то купить создать еще одну игрушку автомат мы с вами нашли вот он ну-ка у меня 0 нихрена нет вообще нихрена нет нам теперь надо как-то туда добраться вот сюда ну погнали тогда так здесь ничего нет вроде бы ничего побежали что вот эти за стрекозы они непонятные не могу понять откуда они вообще взялись здесь в этом мире надо погромче сделать я не слышу ничего все все побежали тогда к станции точка телепортация отлично вставай седой пора за работу лентяй я я я я не помню как работать уверен вспомню если ты дашь мне еще немного поспать как бы не так твое расстройство памяти давно вылечено и не думаю что я не заметил как вчера вечером в таверне ты опрокидывал один стакан волшебный эликсира за другим нет дедушка миндаль тот парень которого ты видел должно быть был моим двойником нет когда ты действительно потерял помню ты даже не помню кто я такой теперь когда ты меня отлично узнаешь пришло время познакомиться со страхом перед дедушка миндалем вставай же все ее друзья уже ждут ладно встаю встаю морской экспресс должен прибыть с минуты на минуту лучше поторопись это скоро пылью покроешься все в порядке герой его фея компаньон и фея леса не знал что уже здесь простите вы не должны были это увидеть не волнуйся пойман все понимает кто же утром не хочет поспать еще несколько минут морской экспресс приедет из столицы со звезды да у каждого экспресса есть проводник проводники всегда из столицы сложной задачи для нас обитатели леса чрезмерно трудны что то есть жители столицы не похожи на вас животных из оригами некоторые из нас живут в столице ведь город открыт для всех но в целом жители столицы отличаются от нас скоро вы сами все увидите экспресс уже прибыл здравствуйте меня зовут уилл я проводник морского экспресса это вы вызывали поезд ого это игрушечный человек да мы вызвали поезд герой и фея леса хотели бы отправиться столицу созвездия героя лесная фея те самые из пророчества почему вы не предупредили вы могли бы подготовить поезд по роскошней я я немедленно вернусь и привезу лучший не волнуйся вы осмотр достопримечательности отложим на потом сейчас нам важно как можно скорее добраться до столицы надеемся на твою помощь в этом морском путешествии конечно почту за честь в таком случае добро пожаловать вы можете занять любые места где бы вы ни сидели перед вами откроется впечатляющий вид из симуланки вкусно завтрак а кто-то что-то сказал не я и не я завтрак не убегай этот звук похоже нас ходит из поезда и рыбка куриные ножки попался это же герара что он тут делает она есть свой собственный хвост а у него это ваш друг опа им он может познакомиться это керара она стойте они должны ли мы сначала разбудить ее. Мяу, так шумно. Уже утро. Доброе утро. Доброе утро. Что? Что? Это, это вы, вы, я фэп поймала. Ах, я рада, так рада. Значит, все, что произошло прошлой ночью, было лишь сон. Это был такой реалистичный сон, в нем даже игрушечные человечки со мной разговаривали. Прошу вас в следующий раз не оставайтесь на ночь в пассажирском огоне. Это был не сон. Не переживай, Кира, мы тоже попали в этот мир, только вчера. Здесь ее называют Симуланка. Симуланка, так называется это место? Вчера я блуждала по городу, который игрушечный человечек называет столица со звезды, пытаясь найти им дорогу домой. Я решила, что навлекла на себя гнев какого-то могущественного Йокая и была им полощена. Понятно, Кирара, ты из Мадзумы? Это так, но она все равно отличается от нас. Позвольте, Паймон представит вам ее снова. Это Кирара, никомата и курьер Камании Экспресс, везена от Зумы. Ах, привет, я Нила из Трупы. Зубаир, обычно выступаю на большом базаре в Сумеру. Но в этом мире я фея леса благословений. Ах, господин Нилун, госпожа Нилун, я часто слышала вас, доставляя посылки в Сумеру. Я даже видела одно из ваших выступлений. Вы замечательно танцуете, но фея леса... Это роль, которую ей предписали в Симуланке. Кстати, Кирара, твоя одежда тоже отличается. Я тоже думала об этом. Она уже была такой, когда я проснулась. Похоже, они хотят, чтобы и ты исполнил здесь какую-то важную роль. Котик-воришка? Разве не лучше бы эту роль отдать или нет? Учит ее магические способности. Ты помнишь, что сказал тебе некий голос перед тем, как ты оказалась здесь, Кирара? Голос, дайте подумать. Да, я что-то слышала, но это так меня напугало, что даже мои хвосты запутались. Как вы поняли, я практически ничего не разобрала из того, что услышала. Прошу, простите, что перебиваю, но это ваша подруга Никомата, она же не съест хомячков, верно? И она не интересуется лягушками? Что, не беспокойтесь, я бы ничего подобного не сделала. Я хочу только, когда долго нахожусь в дикой природе без еды. Кстати, я проголодалась. Как невежливо, как вы можете бояться друга нашего героя? Хотя, наш страх перед кошками заложен нас чернилами и бумагой. Я уверен, что это Никоматом в сапогах не сделает нам ничего плохого. Но, дедушка Миндаль, посмотрите, на каком вы расстоянии от нее. Без паники, на самом деле, нет повода для беспокойства. Когда я видел вчера других животных из ригами в столице, я даже спрятала свои когти, чтобы не навредить им случайно. И хотя здесь все я чаровательную, вы для меня не аппетитные. Не аппетитные короба, которые я доставляю каждый день. Эх, я хочу сказать, что они станут вас есть, даже если вы мне покажетесь невероятно вкусными. Извините нас, госпожа Керара, это неосознанная реакция. Уважаемые пассажиры, скоро мы отправляемся. Вот это да. Мы столько времени болтали, тогда давайте садиться в поезд. Ты с нами, Керара? Я поеду с вами до следующей остановки. Вчера мне захотелось следовать одно место недалеко от столицы. Наконец, позвольте мне еще раз выразить благодарность тех жителей леса благословений за все, что вы сделали. Пусть богиня судьбы сопрождает вас и благословит ваше путешествие. Фея леса, никомата, сапогах и наши отважные герои. Возвращайтесь в лес благословений, когда мир в нашу царицу на этой земле. Обязательно, мы обязательно встретимся. Берегите себя, дедушка Миндаль. Они идут по звездам. Ну погнали, ладно. Счастливого пути, навещайте на УЗ. Что случилось? Что случилось? Ух ты, мы и правда плывем в поезде по морю, как красиво. Во время движения поезд пассажирам не следует высовываться из вагона, но чтобы не упасть в море. Навстречу нам тоже движется поезд. Привет! Как только проблема с встанием будет решена, лес нос не таким же живленым, как раньше. Я тоже хочу погулять по лесу. Он выглядел таким красивым, когда мы ехали на поезде. Надеюсь, они меня не испывают. Поезд прибывает на стоимостью, просит пассажиров, приходится к высадке. Мы прибыли в столицу созвездия вон там. Пройдите вперед, и вы увидите механическую небесную лестницу, которая выведет вас на столичную площадь. Спасибо, что выбрали морской экспресс. И вам спасибо за приятную и спокойную поездку к господину Уил. Вагоны были удобные и просторные. Я прекрасно выспалась. Обязательно вернусь. Как скажите, господа. Куда дальше? Место, которое ты хочешь осмотреть? Где-то здесь? Да, вчера мне показалось, что здесь что-то не так. Поэтому я хочу остановиться и исследовать. Хочешь, чтобы мы вам помогли? Хм, лучше вам сначала отправить в столицу. Там вы узнаете больше об этом мире. Я вчера обошла все крыши и осмотрелась. Но по какой-то причине это место все еще беспокоит меня. Хм, ты понимаешь, о чем я? Представь, что у тебя что-то застряло в когте или в ботинке. Это как, если ты не разберешься с тем, что тебя беспокоит, ты ни на чем больше не сможешь сосредоточиться. Не беспокойтесь. Я прибуду как можно быстрее, если у вас возникнут проблемы. Не стоит недооценивать скорость курьера золотого уровня из Комани-Экспресс. Ладно, мы отправимся исследовать столицу. Пока попрощаемся. Эта Икерара, будь осторожна. Не волнуйтесь, я все-таки юкай. Ну, для начала да. С ней какое-то задание теперь правильно? Здесь какое-то задание. Окей, давайте смотреть тогда, что тут дальше. Здесь даже полутаться можно, серьезно. Единственный вопрос, может быть здесь где-то там сундучок будет или еще чего-нибудь. Нет, это все не очень интересно мне. Это все не очень интересно. А вот это вот... Вот это прям очень интересно. Но здесь ничего-то нету по факту, вообще ничего нету. Ладно, отправляемся туда по заданию. Мы идем вверх. Эти себе спокойно сидят. Да пусть сидят. Зачем мне их трогать? Вообще-то, да, тут еще и вверху... О-о-о-о... Мы вообще не туда шли. Это столица созвездия. Серьезно, и это здесь есть. Бог тому... Бог... Он сказал... белки летяги мне в покое по ходу не оставят вот реально в покое не мне не оставит еще-то боже ты мой сколько можно ну-ка вроде бы все это что за издевательство сколько вас что не все заново надо начинать а ну-ка да все заново или нет так поэтому что за дерево кстати сказать о не могу пока мы с белкой летягой офигеть ну и заданец ха-ха погнали дальше все теперь посуду гриб так где куда мне идти помогите помогите о богине пророчества не могли бы вы добрые люди помочь нам что случилось здесь почему вы все повисли в воздухе я хочу сказать что это все же лучше чем по стира разлететься на части он теперь понимает что нужно быть внимательней подождите сейчас не время подробностей мои дорогие друзья не могли бы вы помочь нам повернуть механический ключ я сейчас все объясню в окрестные в окрестностях столица звезде порой встречаются игрушечные человечки расставлен вокруг механических ключей так столица дарила богиня пророчества они могут вернуть попавших в опасность человечков на их пути атаковав механический ключ вы можете постепенно перемотать окружение назад вообще непонятно после перемотки все на 2 секунды замирают а пути судьбы игрушечных человечек приходит движение вновь в локации вы найдете подсказки препятствующие движение воспользоваться этим и изменить судьбу игрушечных человечек а что я должен сделать это колонна изначально используя жителями для вознесения молитв вот теперь я понял что надо было сделать большое вам спасибо это что было как будто время повернулось 5 впервые видите силу богини пророчества туда понятно почему могло так показаться короче говоря это был дар богини пророчества владычицы естественного хода всех вещей предназначены для столицы созвездия поможет вернуться на истинный путь тем кто сбился с него истинный путь значит все что происходит столица заранее рассчитана и спланирована ты говоришь как будто это плохо разрешите мне пояснить конечно каждого житель столицы свою жизнь свободу выбора все равно что я могу выбирать ежедневные средства уходу за кожей надеюсь в моей жизни произойдет что-то из-за чего я превращусь разбросанные игрушечные кубики в мире вокруг нас активируется ноги ноги богини другими словами своего рода защитная магия чтобы вы остались живы можно и так сказать хотя есть и другие ситуации когда бы может быть активирована как бы там ни было хорошо что никто не пострадал вы направлять столицу созвездия да не подскажете где находится механическая небесная лестница вон там на платформе со вставленным ключом а точно эта штука сможет доставить нас в столицу не волнуйтесь почти вся столица состоит из шестияна карельс все под защитой богини пророчества это значит что все пути здесь определены здесь что-то задумано вести вас вперед она никогда не поведет вас назад что напоминает златные игрушки фонтейна музыкальная шкатулка с танцующими фигурками я видела пару таких у торговцев с умером да именно такие там уже пойман теперь спокойнее знаешь что мы в безопасности пошли играла контент серьезно и офигеть просто офигеть здесь задание просто офигеть здесь задание лес благословение столица созвездия здесь тоже игрушки надо создавать офигеть а как вот эти забирать монеты с вырезанной звездой эмблема искусственно сделаны динатий получено событий лета дракон и сказка но вопрос как не достать игровое обучение все в этом роде примечание к истории темно-текстуальная тайма бог ты мой как здесь все запутано вот просто как здесь все запутано ну погнали друзья дальше что мы еще тут узнаем что еще тут увидим но на самом деле но что-то совсем все детское механическая небесная лестница важный инструмент для передвижения столицы созвездия атакуете механические ключи чтобы перевести лестницу привести лестницу в движение когда шестерня полностью заряжена она перестанет вращаться лестница становится если шестерню течение некоторого времени не атаковать лестница вернется в исходное положение так точку телепортация обязательно сразу же активируем мне больше интересно вот это что за теперь я понял что это надо собирать а здесь где она еще где-то выше серьезно так мне надо туда забраться однозначно просто однозначно надо забраться все я допер я допер что это надо себе зашибись офигеть не зря мы сюда залезли очень даже не зря очень даже не зря вот она так и сколько нам их надо собрать как здесь много всего как здесь всего много друзья просто это получается посмотрите здесь тоже они есть если кто же надо собирать косяк ладно какой город неудивительно что здесь живет король кажется наш следующий шаг это подняться на вершину столицы и обратиться за наставлением к богине пророчества надеюсь король не обидится на нас за нарушение границ дорогу королю что король почему он здесь именно сейчас он нет неужели он услышал что мы хотели подняться его замок и это его разозлило к порядку к порядку вскоре перед вами представит предстанет правитель столицы созвездия тот кто прибыл после метеоритного дождя защитник порядка из всех звезд на небе вот это список титулов добро пожаловать в столицу дорогие гости я давно слышал о ваших великих подвигах слава феи которая вернула жизненные силы лесу и слава героя который что мавия красивая молодая женщина со слепительными золотыми локонами в элегантном платье на первый взгляд ее можно принять за очередную старомодную аристократку фонтейн но на самом деле она действующая глава лидер командир исполнительный директор и босс спиннеди росула но не стоит обращать внимание на титул эта оптимистичная девушка не обращает внимание на мелочи она любит помогать другим и предпочитать чтобы ее называли просто навией неравнодушным гражданином навия какая дерзость как ты смеешь обращаться к правителю по ее настоящему имени спасибо ваше величество как и ожидалось от напарника твои навыки импровизации все еще на высоте хорошо расслабьтесь позвольте мне представить вас этого эфа и его верная спутница по имам вы друзья ее величество простите за недоразумение мы не знали и так церемония приветствия подошла к концу возвращайтесь к своим делам я лично позабочусь о наших гостях да ваше величество какая честь ну что ж я уже проводила их а вы как сюда попали мы хотели задать тебе тот же вопрос как ты стала королем этой страны и где ты взяла королу подожди не говори только что ты так проснулась хм похоже вы сами ответили на свой вопрос наперед тем как я проснулась был голос ты король столицы созвездия иди и спаси свой город что-то похоже произошло и со мной ах да извините вы наверное фея леса богословения не так ли да это Нила наша подруга которую мы встретили в сумеру хм приятно познакомиться с ними я новее президент спинадем где рассула если окажетесь в фонтене непременно заглядите ко мне я живу в поассоне похоже ты легко принимаешь все происходящее не переживаешь ли ты что можешь остаться здесь навсегда вернуться домой хм зачем мне беспокоиться мы сталкивались с более серьезными проблемами и всегда находили выход будет легко к тому же жизнь была неожиданностей нужно уметь получать от нее удовольствие какой замечательный взгляд на жизнь ты очень оптимистична спасибо я это ценю в этом но мне полегчало когда я узнал что феи герои которой говорилось пророчество это именно вы у нас уже есть опыт в делах с пророчеством правда кстати случилось ли что-то плохое в столице мы слышали о злом драконе не натворил ли он чего натворил он да недавно атаковал звезды над городом буквально взлетел и начал хватать их прямо с неба к счастью стражи быстро отреагировал не дала дракон тащить их в свое убежище к сожалению он уронил их прежде чем улететь теперь они разбросаны по всей столице я пыталась их собрать а до вашего приезда успела найти только одну о чуть не забыла спросить что привело вас к столицу ох парьман может объяснить ну понимаю значит вы хотите проконсультироваться с оракулом богини пророчества меня на авиа есть идеи как нам это сделать ну что ж статуя богини находится на вершине замка я могу вас проводить однако я узнал от горожан что богиня уже давно не делала новых предсказаний да но дедушка миндаль говорил что получил свое пророчество от богини о это наверное потому что пророчество героя Симуланки существует уже давно однако недавно люди поняли что богиня не сообщала что произойдет после восстановления мира вот оно что но стоит попробовать и возможно вы даже поможете не разобраться с захватчиками пока мы здесь захватчики то есть драка не единственная наша ваша проблема верно странные вещи происходят с житиями не только в лесу вы уже сталкивались с даром богини пророчества ты защитная магия мы видели ее в действии да да в последнее время это магия активизируется все чаще мы не уверены стало ли опасней столицы или есть другая причина некоторые жители оказываются неподвижными не могут двигаться другие повторят одно и то же словно попали в какой-то загнутый круг если использовать аналоги с механическими игрушками игрушками может ли быть что рельсы износились или шестеренки соскочили с места да у него все именно так в любом случае чудовища за пределами города расценили расценили это как возможность торнуться в город а на подороге сюда мы не видели никаких чудовищ это потому что с большей частью из них я уже успела разобраться за последние дни некоторых мы заключили в замке остальные остальных оттеснили от города итак подведем итоги с магией здесь что-то не так дракон сорвал звезды с неба а в городе завелись монстры кажется здесь больше проблем чем в лесу благословений победить победить дракона и монстров наверное не сложно но как восстановить магию похоже богиня все это запланировала много веков назад одна из ее старейших пророчеств гласит идите и поверните шестеренку связанной со звездным небом когда наступит время я стану заверну рельсы моему народу ведущей обратно к звездам что но ведь она изначально подарила рельсы ее народу а теперь собирается забрать их обратно пророчество именно об этом и говорит поэтому некоторые выступают против вращения шестерни несмотря на пророчество они опасаются будущего без защиты богини но тянуть время это тоже не выход нет и похоже они это понимают но слишком боятся сделать последний страшный шаг они все еще надеются найти другое решение мы могли бы проигнорировать их возражения сделать все по-своему но ты хочешь принять во внимание их чувства верно ты отлично не понимаешь поэтому ты мой идеальный напарник я хочу заручиться поддержкой как можно большего числа людей ведь это их горд и у них должна быть возможность решать его будущее ого слова по-настоящему мудрого короля помочь это прекрасный город хочу поскорее видеть его возвращение к нормальной жизни как в лесу богословения замечательно как король столицы и следуйте за мной я проведу вас к статуе богини на вершине столицы не отставайте чтобы не заблудиться в огромном замке что у нас здесь какая честь вы должны быть воев а рядом с вами ваша спутница пойма и верно это мы неужели мы настолько знамениты новости столицы о звезде распространяются быстрее чем где бы то ни было вы как раз в вами только что закончил работу над игрой которая называется летающая шляпа к сожалению не могу подобно шляпнику из летающей шляпы сделать так чтобы у каждого была красивая шляпа но зато я вен что игра летающая шляпа достает радость всем кто в нее сыграет к тому же я придумал три разных способа в виде игры ах да правила элементарные уверен вы разберете что к чему же после первой партии я хочу сыграть легко сюда пожалуйста так в игровом процессе трюк летающей шляпы есть три режима в каждом из которых свои правила подсчета очков цели которые можно притянуть отмечены синими метками управлять летающей шляпы чтобы получить как можно больше очков ну играем ну давайте посмотрим что это себе представляет правила получения очков в режиме легкая мерцание летающая шляпа может притягивать одну одного игрушечка за раз каждый раз при этом засчитывается комбо чем выше количество комбо тем больше очков вы будете получать за притягивание человечка если притянуть пороховую бочку сбросится счетчик комбо и снимется некоторое количество очков не сможет притянуть игрушечка человечка ничего не притянуть в течение определенного времени ну хорошо как мне игрушечной шляпы управлять вот в принципе я как-то уже начал понимать суть не так уж все и сложно вот промазал сейчас ну-ка иди-ка сюда комбо 5 5 комбо у нас ну-ка ну-ка давай 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 и последний здесь человечек есть у так и нам за эту награду дали наберите тысячу очков наберите 2000 очков а здесь что не да она только через день будет доступна ну давайте 2000 очков набрать мы суть понял 1 комбо 2 комбо 3 комбо 4 5 дальше 6 7 8 9 10 11 комбо 12 13 14 замечательно сейчас все хорошо получается ну-ка иди сюда я сейчас попробую комбами да все уже мы в принципе 2000 очков заработали замечательно это просто замечательно ну-ка рекорд поставили однозначно рекорд 2 800 еще все выбор уровня забираем свои награды вот они 5 астромонет опа покинуть испытание до покидаем испытание возвращаемся мы в другое место возвращаемся мы вот сюда где у нас здесь вот сюда зависает телепорт вот здесь показано что где-то тут тоже есть ой вот эти самолетики которых надо тоже собирать жопа жопу 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 полная здесь долго мы сами тут будем пыхтерицы долго так подождите я общину туда пошел мне вот туда надо Мы сейчас бежим создать игрушку Потому что у нас появились 5 монет Создать фигурку Вообще-то у меня не 5 монет 25, сразу 5 фигурок Да Ну-ка Ну-ка Идем-ка сюда разместить фигурку Нижний уровень Сохранить Так И три таких левушки Хорошо Где мне можно поменять с игрушками Чудесные фигурки Обмен фигурками Короче, фигурок полно будет Ладно, пойдемте Мы еще можем сделать фигурки Да, еще фигурки разместить можем Создать фигурку Кто нам опять выпадет О, такой у нас фигурки нету Еще давайте И все у нас получается, или еще есть? Все Все Вопрос Актуальный вопрос Актуальный вопрос Чудесные фигурки А мы что, 15 фигурок еще не создали? А ну-ка Размещаем фигурки Не-не-не А-а-а Тогда вот эту ставим Получается, я все фигурки здесь разместил Кстати сказать Разместите фигурки 15-30 надо Зачем? Ничего непонятно Вообще непонятно И вот, кстати, сказать Вот здесь где-то Значит, мне надо как-то на крышу взобраться Угу Ну-ка, ну-ка Опа-на Как я так проскочил? Где-то вот здесь Она должна быть Вот, увидел Нам надо на крышу Ну и что, друзья Думаю, на сегодня все Я с вами прощаюсь До новых встреч Не грустите И не болейте всем Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok